Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена очень интересному модулю управления инвестиционными проектами. И мы будем рассматривать его на примере 1С ERP управления холдингом. Вы на экране видите наши контактные данные, то есть наша электронная почта, наши телефоны, наши телеграм-контакты и адрес сайта. То есть если вам по какой-то причине показалось неудобным, время проведения или у вас были какие-то другие дела, то вы можете вернуться немного позже на наш сайт. Мы выкладываем записи вебинаров и, соответственно, может быть какая-то еще информация вас заинтересует. Мы будем очень благодарны вам за обратную связь. То есть какие-то вопросы, если у вас возникнут по ходу нашей встречи, или у вас какие-то вопросы есть касательно вашего бизнеса, то мы постараемся вам ответить в кратчайшие сроки предметно. Особенно если это будет письменный вопрос, то, соответственно, мы не ограничены по времени будем и сможем вам и подробно, и предметно ответить. Мы будем благодарны вам за обратную связь и за возможность оказаться вам полезными. Итак, наша сегодняшняя встреча. Каким образом будет происходить? То есть мы с вами сейчас на слайдике смотрим программу. То есть мы поговорим про настройки, справочки, про взаимосвязь с другими разделами ERP, управления холдингом. То есть про риски, паспорта рисков, инциденты, что это такое. И поговорим, естественно, про финансовое планирование проекта, то есть по оценке стоимости проекта, про выбор альтернативных проектов и поговорим о отчетах и сервисах. Каким образом сегодня у нас будет построено взаимодействие? Мы с вами будем нормативную информацию и какие-то справочные материалы смотреть на слайдиках. И будем переключаться на демо-базу. Сейчас я продемонстрирую вот таким образом. И смотреть уже некоторые из моментов, которые мы проговорили перед этим, на конкретной демо-базе. И, соответственно, чтобы было более понятно и как бы сформировалось более четкое представление. Значит, сейчас мы снова вернемся к нашим слайдикам. Так, подлинем вот так, чтобы нам было удобно. И немножко, так сказать, теоретической информации. То есть, что такое именно рабочее место управления инвестиционными проектами и откуда оно взялось. Немножко теории. Значит, один из управления проектами, это в данном случае рабочее место. И рабочее место выполнено в роли отдельного модуля, который интегрируется в систему ERP 2.0, ну и, соответственно, выше. И дополняет ее расширением возможностей. И добавляет функции, которых не было в ERP, скажем так, изначальной. То есть, самое удобное, это здесь то, что можно планировать сроки проектов, можно планировать содержание проектов, можно выполнять планфактный анализ. То есть, достаточно много дополнительных инструментов и контролировать работу по этапам именно проектов. То есть, в общем-то, для предприятий, которые ведут проектный учет, ну, то есть, это чаще всего НИИ, например, какие-то научно-исследовательские организации и так далее, конструкторские бюро. На самом деле, модуль управления проектами позволяет не только работать в паре с ERP, управлением предприятием или управлением холдингом. Это, этот модуль может работать и как самостоятельный. Сейчас мы с вами посмотрим слайдик, то есть, какие вообще продукты линейки 1С управления проектами. То есть, как таковой 1С ERP плюс рабочее место управления проектной организацией. Это, собственно говоря, самое близкое к тому, о чем мы с вами сегодня будем говорить. И единственное дополнение, что, естественно, ERP управления холдингом это более расширенный функционал по сравнению с просто ERP. Так что, ну, мы немножечко сегодня это более подробно затронем. Но, как вы видите, здесь рабочее место управления проектами. У нас есть модуль для ERP, соответственно, ERP управления холдингом для управления небольшой фирмой. И отдельная конфигурация 1С, рабочее место управления проектами Корп. Ну, как мы помним, все у нас конфигурации, которые содержат расшифровку Корп, предназначены для работы с госзаказами, с обособленными предприятиями, с обособленными подразделениями, ну и так дальше. То есть, соответственно, в общем-то, большой универсальный модуль, который мы можем использовать с разными конфигурациями. Следующий слайд у нас показывает взаимодействие. То есть, для чего сделан этот модуль и что он нам позволяет делать. Соответственно, как вы видите, здесь есть диаграммка такая, которая иллюстрирует, скажем так, иллюстрирует разделы, которые позволяют автоматизировать этот модуль. И работа, которая для кого это делается. Как я уже сказала, это для научно-исследовательских институтов, для машиностроительных предприятий, которые имеют свои конструкторские, например, бюро инжиниринговых компаний, для IT-компаний. Потому что в основном все IT-компании оказывают и консалтинговые услуги, и услуги системных интеграторов. Ну, то есть для них это, в общем-то, очень хорошо организованный сервис, который позволяет эффективно строить свою работу для медиа-бизнеса более или менее. Потому что, естественно, медиа-бизнес не полностью сплошным полем, так сказать. А для организации, например, выставочной деятельности, рекламных каких-то проектов, которые именно должны учитывать особую специфику работы с проектной организацией. Ну, то есть, собственно говоря, все, что задержит слово «проект» или группа проектов, подходит для данной доработки. Кроме того, что она достаточно широкопасштабная, можно так выразиться, то есть достаточно многофункциональная, она еще и очень хорошо графически организована. То есть вот следующий слайдик, мы с вами сейчас посмотрим, это наличие, видите, как здесь у меня на слайдике, и графических, то есть графиков разных, и достаточно зрелищного, можно так выразиться, способа отражения информации. И поэтому, в общем-то, она достаточно комфортна для работы, скажем так, не узких специалистов, то есть конкретно, например, программистов или еще кого-то, а именно и для управленческих работников, специалистов и для финансистов. Ну, то есть, в общем-то, модуль действительно многофункциональный и комфортный. Значит, и здесь есть еще одно дополнение, которое надо обязательно озвучить, поскольку это дополнительный модуль, он не предусмотрен в типовой конфигурации, ну и поскольку он предназначен для работы с крупными программами, которые автоматизируют крупный бизнес. Я говорю сейчас про ERP, про управление холдингом. Естественно, эти программы достаточно дорогостоящие. То есть, если мы говорим про модуль, который можно интегрировать в конфигурацию 1S или конфигурацию 1S ERP или 1S ERP управление холдингом, то это будет, сейчас мы посмотрим, стоимость версии проф. Вы видите на экране. Стоимость версии корп уже достаточно в два раза выше практически. И если мы говорим про ERP, то стоимость уже достаточно существенная. ERP управление проектной организацией. Это полноценная конфигурация. А если мы берем именно модуль, мы имеем в виду именно модуль управления проектами, то вот модуль, стоимость модуля, вы тоже видите на экране, она, конечно, меньше, чем полноценная. Рабочее место. Но все-таки достаточно тоже... Достаточно не... Даже не знаю, как сказать. Короче, стоимость достаточно высокая по сравнению с другими конфигурациями. На самом деле это позволяет, во-первых, хорошо продумать внедрение модулей, например, таких, как рабочее место управления проектами. Ну и, соответственно, если уж предприятие решилось на внедрение такого модуля, то, естественно, он требует участия и франчайзи, и узких специалистов. Ну, то есть самостоятельно ввести в эксплуатацию. Этот модуль достаточно проблематичен, потому что надо заполнять много справочников. Но если вы работаете, у вас холдинг, он работает с дочерними предприятиями, с обособленными подразделениями, то это конкретно решение для вас, потому что здесь и выделенные на отдельный баланс обособленные подразделения, нет. Ну, то есть функционал, который вы видите на экране, это все позволяет решать в рамках этого рабочего места, в рамках этого модуля. Сейчас мы с вами посмотрим слайдик, то есть уже конкретно конфигурацию, и после этого мы переключимся с вами на демо-базу. А, собственно говоря, я хотела сказать, вот какой момент, обратить ваше внимание, что в ERP, что в ERP управления холдингом, у нас практически активация каких-то дополнительных функциональных опций происходит через раздел НСИ и администрирования, то есть нормативно-справочная информация и администрирование. Соответственно, точно так же, если мы внедрили модуль управления проектами, у нас в разделе НСИ появляется вот такой блок, блок настроек, который нам надо выполнить для того, чтобы активизировать данное направление, скажем так, то есть данный модуль. Выполнить настройки и дополнительные функции активировать, и уже после этого мы можем переходить конкретно на саму домобазу и тут смотреть, что нам требуется. Так, итак, я, собственно, начала с общего. Так, сейчас закроем, чтобы нам тут не мешалось. Так, с общих понятий. Как вы видите, у нас демо-база 1С ERP плюс управление проектной организацией. И смотрим мы с вами релиз вот по этой пиктограммке сервиса настройки. Проверяем, какой релиз у нас. То есть у нас платформа 8.3.25, а конфигурация, вот мы с вами ее здесь можем посмотреть, управление проектной организацией. Не совсем новый релиз, но тем не менее он позволяет посмотреть все особенности. Так, это тоже закроем, это нам пока не надо. Значит, и посмотрим, начнем, так сказать, от печки. Как вы видите, здесь используется интерфейс такси. И, как мы видим, в рабочем месте управления проектной организацией у нас, собственно говоря, повторяются все разделы, которые есть в ERP в обычном. То есть, если мы смотрим и бюджетирование, и CRM-маркетинг, то есть полностью повторяется блок ERP-шный. И после раздела регламентированный учет у нас идет с вами настройка NCE-администрирования, то есть настройка дополнительных модулей. И именно здесь у нас с вами появляется настройка, ну, во-первых, интеграции, а во-вторых, настройка, которую нужно выполнить для работы с конкретным модулем. В разделе NCE у нас с вами есть справочники, которые нам нужно заполнить. То есть это паспорт проекта. Дальше справочники идут такие же, как при работе с ERP. Ну, вот, допустим, паспорт проекта и проекты. Это два справочника, которые отсутствуют в ERP, и нам, естественно, надо их заполнить. То есть в этом случае мы заполняем паспорт проекта. И здесь, как вы видите, достаточно много закладочек, которые надо заполнить. Ну, естественно, в параметрах мы задаем регистрационные, если можно так сказать, сведения, то есть наименование, текстовое поле вводим. И, естественно, нужно выбирать такие наименования, чтобы было понятно, что это такое. Если, например, у вас какая-то котировка проектов использует, там, например, 00.1, 00.312, то есть именно кодировка, которая для непосвященного пользователя представляет затруднение, то лучше использовать сначала текстовое наименование, а потом уже кодировку. И поле «Градкое описание» тоже очень желательно добавлять, потому что, когда идет разговор о том, что надо проводить какие-то анализы, в какую-то аналитику включают проекты, то, естественно, допустим, финансовым руководителям часто бывает непонятно, какой это проект. И, как вы видите, здесь достаточно точная информация дается по, собственно, началу проекта, по статусу проекта и по ответственным сотрудникам. При этом практически в каждом подразделе я могу провалиться в настройке и, соответственно, заполнять здесь нужно все. То есть основное правило, которое действует при заполнении параметров, это не оставлять пустых полей и максимально подробно и понятно обозначать информацию, которую мы сюда вносим. После того, как мы заполняем первую закладочку, параметры, мы идем уже, соответственно, дальше и заполняем цели проекта. Это текстовые поля, которые мы должны заполнить, фазы проекта, которые предусмотрены, допустим, статусы. Статусы – это отдельный справочник, то есть его нам необходимо обязательно заполнить. Но, как вы понимаете, здесь перечень работ, которые мы создаем, это тоже отдельный справочник, и мы его можем редактировать, то есть создать какие-то новые положения. окружения. Ну, окружения часто используются, часто не используются. И участники, то есть конкретно наши физические лица, которые, сотрудники, которые принимают участие в этом проекте, то есть команда проекта создается. И, соответственно, мы можем добавлять разные группировки, например, по подразделениям, как вы видите, отдел персонала, допустим, производственный отдел. То есть мы можем добавлять группировку по подразделениям и перечисляем участников, которые будут в этом проекте. И показатели. То есть показатели – это что такое, что мы будем оценивать и что мы будем планировать. Ну и, естественно, какие-то конкретные данные, которые мы применяем в наших бизнес-процессах. Ну и, естественно, вот самый такой, наверное, понятный, взлетрепещущий вопрос – это бюджет проекта, то есть какая сумма денег выделена на реализацию этого проекта. И, соответственно, отслеживание в процентном соотношении. И расчеты, которые применяем при работе с этим проектом. Значения по умолчанию, как вы видите, здесь в основном предоставлен выбор из справочников, которые используются при работе в других подразделах. Ну, то есть статья доходов, статья расходов – это справочники, которые используются в бухгалтерской отчетности и в налоговой отчетности. Соответственно, после того, как мы заполняем все эти сведения, у нас остается вот такая закладочка опции проектной модели, где мы должны проставить чекбоксы, то есть красивые зеленые или, в нашем случае, оранжевые галочки. В зависимости от бизнес-процессов, которые на нашем предприятии будут происходить и которые нам необходимы для работы с этим проектом. Ну, если вот, допустим, учет доходов и расходов интуитивно понятен, то есть мы проставляем, активируем дополнительные функции, которые нам нужны, то, например, планирование ресурсов, вот здесь мы обязательно читаем внимательно, что это такое, и особое внимание уделяем вот таким подсказкам и контекстной справке. То есть, когда видим крестик, обязательно заглянем, чтобы быть уверены, что это такое. То есть, вот такая-то контекстная подсказка у нас в этом случае появляется. На закладочке «Дополнительно» у нас с вами та же самая история, то есть, дополнительно поставляем, активируем, так сказать, дополнительные функциональные опции, и после этого уже мы можем как бы закрыть проект. Но у нас с вами есть еще верхняя линейка, так же, как, например, при работе с договорами, с другими элементами. Мы можем по гиперссылкам проваливаться на нужный уровень и смотреть, соответственно, что мы там заполнили, что у нас в результате программа может предложить в виде отчетов, аналитики и так далее. Значит, это мы так сохраняем. И, собственно говоря, когда мы с вами говорим про проекты, мы начинаем работать. То есть, вот у нас меню «Главное» – это уже пиктограммка, которую я вам показывала. То есть, меню «Главное» – это, допустим, анализы, то есть, как обычно, жирным шрифтом выделены у нас рабочие места и панель руководителя, например. Панель руководителя у нас с вами выглядит вот таким образом и позволяет видеть, во-первых, проекты, которые мы создали, во-вторых, их состояние. Ну, то есть, информацию для руководителя дает полностью. И здесь, как вы видите, у нас еще дополнительно есть переход, допустим, в справочники и в отчеты. Вот у нас отчет достаточно большой. И переход в регламентированный отчет. То есть, мы можем посмотреть обычные стандартные бухгалтерские отчеты, которые у нас, например, в ERP располагаются в меню… Сейчас не вижу. Вот он. Регламентированный отчет. И, соответственно, вот стандартные бухгалтерские отчеты мы можем посмотреть и из этого раздела, и из раздела, который у нас связан с меню «Главное». И вот они, наши стандартные отчеты. И «Колночейство», то есть, это тоже модуль, который внесен в отдельный блок. Здесь, для удобства, отражается и в этом блоке, и в отдельном, как предусмотрено. Ну, то есть, скомпонована, в общем-то, наиболее часто используемая информация. И, чтобы не приходилось рыться по подразделам, она скомпонована в разделе «Главное». при работе с конкретными продуктами, например, с конкретными проектами, у нас тоже вот с вами есть возможность посмотреть панель руководителя. то есть, это мы с вами вот таким образом входили сюда. Ну и, соответственно, рабочие места и сведения о проектах. То есть, здесь, в отличие от обычной ERP, которой мы, например, когда работаем с какими-то подразделами, ну, например, продажи, у нас здесь есть, во-первых, нормативно-справочная информация, то есть, дополнительные справочники, которые мы должны заполнить, то есть, так сказать, тонкие настройки. И, соответственно, блок отчетов управленческих, которые касательно этого блока нам чаще всего требуются. То есть, через раздел «Регламентированный учет» мы получаем возможность посмотреть стандартные бухгалтерские отчеты, а через блок отчеты, ну, здесь по продажам, то есть, через отчеты по конкретным подразделениям мы можем посмотреть управленческую отчетность. То, соответственно, у нас при работе с модулем управления проектной организацией немножко другая специфика. То есть, у нас блоки, которые обычно, например, там касательно закупок, склада и так далее, у нас выделены не в подраздел, а имеются отдельные позиции меню. А в конкретных позициях имеются и блоки отчетов, и вот, например, берем отчеты и, соответственно, дополнительные сведения по проектам. Например, мы с вами смотрели, и мы можем здесь создавать новые проекты для конкретных заказчиков, ну, и, соответственно, с ними работать. Так, это закроем, чтобы нам не мешалось. Теперь у нас очень плотно и тесно связаны, допустим, подразделы других модулей, то есть, например, оценка рисков, управление рисками и управление проектами. То есть, мы можем, во-первых, задавать информацию по конкретным проектам, а во-вторых, сейчас, у нас есть отдельный пункт, который называется «Риски проектов». И здесь уже у нас с вами, как вы видите, тоже есть отдельные источники, и жирным шрифтом выделены рабочие места. Хочу остановиться отдельно на рисках. Давайте вернемся с вами снова к нашим слайдикам. Значит, и это мы с вами смотрели слайд, который показывает именно расположение. И вот сейчас мы с вами смотрим риски проектов, и, как вы видите, выделение красным – это дополнительная информация, которую нужно учитывать. Значит, естественно, при оценке рисков мы должны источники возникновения, источники рисков указывать. Вы видите, здесь на слайдике мы перешли в общий журнал, и, соответственно, в этом журнале перечислены наши риски, которые мы уже создали, и можем создать, используя кнопочку «Создать» и, собственно говоря, внести риск. Мы немножко позже вернемся, посмотрим конкретно, как это делать. А сейчас мне хотелось перейти несколько слов, делить именно работе с рисками, именно управлению рисками, которые содержатся в 1С ИРП, управлению холдингом. То есть управление рисками это отдельный справочник, то есть справочник риски, и, соответственно, на каждый риск у нас с вами имеется паспорт риска. То есть паспорт риска или другого документа используется достаточно часто и при работе с управлением проектами. Ну вот конкретно паспорт риска вы смотрите сейчас на слайдике у нас есть вот такой пример, как выглядит общий журнал рисков и для чего информация, для чего нужны паспорта рисков, что в них отражается. Ну и, естественно, это вносится вся информация по поводу того, что, где, когда, откуда, кем создан, от кого, то есть зависит возникновение данного риска и с какими документами или элементами справочников взаимосвязано. Ну и, собственно говоря, последствия риска, которые могут возникнуть в случае такой ситуации. и здесь еще важно затронуть момент, что у нас в связи с рисками, то есть со справочником рисков существует справочник инцидентов, то есть вот на следующий слайдик мы с вами посмотрим инциденты, то есть это термин, который обозначает события, реализующие этот риск, то есть в каких случаях он возникнет, где, то есть видите на слайде написано организация, ЦФО, проект, ну то есть мы отмечаем те ситуации, в которых может этот риск возникнуть. Ну вот в качестве примера у нас был просрочен кредиторская задолженность, то есть это один из рисков, который возникает и уже причина указывается по которому он возникает. И вот такая информация немножко систематизирует то, что я только что сказала, то есть когда мы заполняем справочник риски, это позволяет структурировать информацию и как-то более системно уже мы подходим к этой информации и собственно говоря риски, которые возникают при работе с проектами, ну практически в основном это риски, которые мы можем описать в этом справочнике и инциденты естественно это события, которые приводят к возникновению данных рисков. Снова возвращаемся к нашей демо-базе. как вы видите источники рисков проектов если мы проваливаемся то мы создаем либо перечень конкретных ситуаций либо можем производить группировку создавать группу например в зависимости от персонала и указываем уже недостаточную компетенцию допустим высокую загрузку и так далее можем указывать соответственно другую группу например источники риска могут возникать в связи с действиями заказчиков ну и так далее то есть вот сейчас мы с вами видим источники справочники справочник источников рисков отвлечемся на красивую картинку на красивый слайдик на начальной странице начальная страница это вот у нас есть пиктограммка такая домик видите и на начальной странице у нас выводится как я уже говорила и графическая информация то есть разные графики пиктограммы и так далее естественно мы их можем настраивать то есть мы можем задавать настройки которые клавиши настройки мы активируем возможность добавить какие-то сведения убираем и видим проекты то есть общий журнал проектов которые соответственно могут я могу немножко изменить например по Польше увеличить и я могу здесь видеть статус проекта и собственно информацию по проекту если не интересно я сюда более подробно проваливаюсь и каждый конкретный проект могу посмотреть и мы с вами посмотрели портфели и программы и замечательный очень мне нравится но и не только мне конечно это оценка проектов расчет цена контракта то есть это то что вызывает всегда больше всего вопросов и скажем так шуток и анекдотических ситуаций но тем не менее достаточно сложно то есть в этом модуле расчет цены контракта решен достаточно удобно изящно и как вы видите понятно потому что основная проблема при расчете цены контракта это внятно русскими словами объяснить что откуда взялось ну естественно заполняется шапка контракта то есть это заказчики сведения о самом заказчике если допустим это госконтракт или какие-то другие подробности которые касаются например подрядчиков например муниципальные или еще какие-то такие жестко регламентированные то здесь это все указывается и как вы видите закладочки то есть параметры расчета и закладочки дополнительные на которых должна быть заполнена информация здесь мы указываем проставляем чекбоксы для параметров расчета чекбоксы которые показывают будем мы это рассчитывать или не будем закладочкой следующая где мы указываем трудозатраты и соответственно оборудование которое либо будет указываться либо будет завозиться для этого контракта ну то есть для этого проекта то есть как вы видите достаточно много информации на основании которой мы можем уже рассчитывать конкретный показатель то есть фактически цену контракта и ее обосновывать обратите внимание сейчас мы вот так вот сделаем немножечко подвинем чтобы нам не мешало вот эту линейку видеть то есть кроме того что мы задали нужную информацию у нас есть возможность сменить параметры то есть это закладки которые мы с вами видели заполняли и соответственно выдать печатную форму ну продолжить сейчас ну поскольку программа будет указываться поскольку я не задала никаких параметров но посмотреть как происходит этот процесс мы можем то есть соответственно из дополнительных справочников и дополнительной информации которую мы вводили программа рассчитывает достаточно зрелищный понятный и скажем так полный расчет видимость и печатная форма этого расчета у нас вот такая действует и соответственно здесь у нас полностью указывается и параметры расчета и подписи ответственных лиц ну то есть получается полноценный документ который и иллюстрирует и виртуальную виртуальную цифру которую мы получили значит ну естественно эти расчеты отражаются в общем журнале то есть если у нас здесь будет несколько расчетов то есть по нескольким контрактам естественно у нас здесь будет общий список документов то есть общий список расчетов соответственно у нас с вами мы можем составить и бюджет то есть обратите внимание то есть здесь у нас разговор стоит о том что составляется бюджет проекта И если мы с вами посмотрим, у нас здесь, когда мы обращаемся к функциям 1S ERP и управления холдингом, то у нас подраздел бюджетирования и планирования присутствует. Но здесь у нас проектное бюджетирование, это то, что касается работы с модулем, с проектом. Но, как мы с вами видим, здесь тоже заполняется справочная информация, то есть контрагенты. Контрагенты – это переход к справочнику, естественно, у нас справочник контрагентов используется и в других подразделах, и статьи доходов и расходов тоже есть в других подразделах. Здесь мы с вами попадаем в общий журнал и можем вводить дополнительную информацию. Ну, вот, например, как увеличить, ну, вот возьмем доходы по проектам. То есть у нас, например, выручка за этап проекта, это именно которая возникает при финансировании определенных этапов. То есть мы с вами задаем аналитику и, собственно говоря, заполняем то, что относится именно к этому, к этой процедуре. И обратите внимание, здесь мы ставим флажок «Контролировать заполнение аналитики в доходах». То есть такой флажок у нас используется и в других справочниках, ну, то есть конкретно статьи затраты, например. Это у нас статьи доходов по проекту. Так, вот у нас появились какие-то вопросы. Сейчас посмотрим, что у нас спрашивают. Здесь календарный график, сейчас мы посмотрим. Вот, прошу показать, показать возможности формирования календарного графика проекта. Это мы сейчас с вами просмотрим. А стоимость контракта может не совпадать с расчетом стоимости проекта. Ну, это тоже сейчас немножко поподробнее постараемся рассмотреть. Так, значит, продвигаемся пока мы с вами дальше. Соответственно, у нас есть возможность и проект, то есть оценку проекта делать, и проекты и статусы. То есть статус проекта, это у нас тоже мы можем присваивать разные статусы. То есть начать проект, возобновить проект и так далее. Блок управления договорами, он у нас встречается, естественно, не только при работе с проектами. Значит, это у нас вот таким образом выглядит. То есть мы регистрируем договора. То есть фактически этот блок позволяет вести учет договоров, договоров, которые касаются в частности проектных работ. И, собственно, учитывая и договора, и соглашения, если мы задали соответствующие настройки. То есть если мы задали настройки использовать соглашения, то у нас будет возможность дополнительные соглашения использовать там индивидуальные, типовые, ну, в соответствии с теми, которые вы используете в вашей бизнес-процессах. Ну, вот, к сошлению, я уже тороплюсь, мы уже не успеем более подробно посмотреть. Но вот такой вот вид имеет договора соглашения. То есть мы добавляем, что у нас касательно оплаты происходит, что у нас какие-то работы должны быть выполнены, этапы завершены. Ну, то есть подробности оплаты, которые описывают данный проект. И, соответственно, у нас есть возможность при использовании... Так, сейчас закроем лишнее. Соответственно, у нас есть возможности при учете работы по договору... При учете договоров по проектам, соответственно, отслеживать их статус и процесс исполнения. А вот дальше немножко... Сейчас мы подойдем к графикам. Ну, естественно, трудозатраты, то есть это количество работ, насколько у вас сотрудники загружены, позволяет анализировать именно загрузку специалистов, позволяет выполнять планирование. Вот что более важно бывает, планирование по конкретной работе, которую выполняют сотрудники на этом проекте. Ну, и, собственно говоря, вот вы видите, эта информация попадает к нам уже из готовых справочников. То есть мы здесь ничего особо не добавляем, мы выбираем из имеющихся данных. И можем планировать материальные затраты, то есть во что обойдется работа по этому проекту. Ну, то есть не только трудозатраты, но и, возможно, какие-то материально-технические затраты, которые связаны с обеспечением. И здесь в основном нас интересуют дополнительные отчеты и обработки, потому что мы в обычном порядке регистрируем документы, допустим, закупки, если это что-то, какие-то товары материальной ценности приобретаются. И, допустим, вот приобретение материальных ресурсов, это вот таким образом выглядит. То есть регистрация затрат материальных ресурсов. И здесь мы с вами заполняем, что это такое. То есть проектная задача, ну, назвали закупкой, чтобы было более-менее понятно. И заполняем сведения, которые касаются приобретаемых материалов. Значит, распределение затрат в этом случае у нас с вами делается, так выберем, у нас с вами делается согласно структуре предприятия, мы выбираем для каких подразделений, то есть для чего мы выбираем данные ТМЦ и, соответственно, кому и для каких работ. Ну, вот у меня здесь вот такой выбор сейчас осуществлен. Вот это у меня дополнительный справочник. Обратите внимание, необычно называется собственной силой, либо суп подряд. То есть, соответственно, вот такая пиктограмма у нас обозначает, что этот справочник создан через конфигуратор, а вот этот справочник, то есть черточка без точки, это уже мое личное творчество. И, соответственно, при моем личном творчестве... Ай, я его выбрала, а хотела просто показать. Так, сейчас мы сделаем вот так. Значит, естественно, здесь у нас возможно создавать группировки дополнительные, то есть если мы выбираем создать группу, то мы создадим группу, в которой будут располагаться уже конкретные элементы. Соответственно, в данной, в данной, вторая часть экрана, нижней части экрана мы задаем информацию про распределение затрат на какое предприятие, что конкретно, какими силами мы располагаем. И здесь уже конкретные показатели, то есть количество и сумма. То есть если мы купили оборудование, то его стоимость будет относиться к производственному подразделению, и мы будем своими силами, например, установку производителей, монтаж. Нет, не надо нам сохранять изменения. Риски проектов мы добрались. Вот эти вот ссылки, это у нас справочники, то есть, соответственно, мы создаем эти справочники, можно заранее, можно по ходу пьесы, то есть здесь просто, допустим, интуитивно понятно, то есть через кнопочку «Добавить» мы создаем какие-то позиции. Обратите внимание на поля с красным подчеркиванием. Мы помним, что это поле обязательно для заполнения, значит, соответственно, должен быть внесен текст, который, во-первых, будет понятен для всех окружающих, ну, а во-вторых, описывать источник риска, откуда возник, и вот для примера у меня вот такие риски созданы. Объемы выполнения версии. Вот здесь как раз-таки у нас с вами создается, ну, во-первых, дополнительная информация задается, то есть типы проектной продукции. Давайте посмотрим их. Мы создаем тип проектной продукции, называем, то есть текстовое название вводим, и точно так же видим красное подчеркивание, то есть это поле обязательное к заполнению. Ну, собственно говоря, здесь создается перечень, какой у нас по бизнес-процессам присутствует, и, собственно, он не ограничен, он может быть достаточно большим. И еще вот хотела остановиться, наверное, извините, начала торопиться. Часы работы и задания – это учет рабочего времени сотрудников, которые заняты у нас на данном проекте. То есть вот этот подраздел бывает очень актуален, потому что отследить время, которое работник работает на проекте, бывает достаточно проблематично. И, собственно говоря, здесь мы можем посмотреть поручения, которые давали мы сами, и поручения, которые произошли от исполнителя. Как вы видите, достаточно зрелищная такая картинка, и цветовое решение, и выделение жирным шрифтом, и вот расшифровка. То есть желтый – это взять в работу, красный – это уточнить, но вот завершающий этап – это еще нигде не использовалось. То есть мы только взяли в работу и только уточняем ситуацию. Так, теперь мы с вами еще вот что хотим. Объемы риски выполнения. Это вот как раз таки графики работы. И здесь мы видим справочники, которые у нас участвуют в данном процессе. и дополнительная информация. Вот, например, типы проектной продукции. То есть мы создаем справочник, в который указан, какие у нас типы проектной продукции. Может быть, комплект чертежей, может быть, комплект каких-то расчетов, может быть, исследование рынка, то есть отчетная документация. Ну, на самом деле, типы создаем продукции. И потом используется этот справочник в отчетах. Так, и так. То есть следующее вот нормирование и проектное решение. Точно так же мы создаем дополнительную информацию. Это у нас рабочие места. И дополнительно создаем оценку стоимости ресурсов. Ну, вот, например, возьмем таким образом. У меня уже созданы примеры. Ну, вот возьмем, будет выездная бригада. То есть сколько стоит данная работа, кто в ней участвует. И, соответственно, дежурная жертва, кто ввел данную информацию по умолчанию, будет пользователь, который работал. Ну, то есть вот пользователь, который создавал эту запись, был по умолчанию. Но я могу, скажем так, выбрать и другого, если у меня в этом случае не я конкретно, например, создавала эту стоимость, а создавал какой-то другой специалист. Ну, как вы видите, здесь у меня есть возможность заполнить информацию. Ну, то есть стоимость, допустим, если я привязываюсь к почасовой ставке или к окладу, ну, то есть я указываю единицу времени и могу прикрепить какие-то файлы дополнительно, которые обосновывают применяемую стоимость. И, наконец, у меня вот такой интересный очень есть справочник, практически один из последних, который мы успеваем. То есть при работе с проектами у меня возникают, во-первых, юридические структуры, во-вторых, налоговые структуры. Ну и, соответственно, это все отражается вот в этом разделе предприятия и ресурсы. То есть юридическая структура, как вы видите, отражает подразделения, должности, справочник организации, то есть мои конкретные организации в этом задействованы. Трудовые ресурсы, ну, естественно, какие специалисты у меня работают на проекте. Кого я назначила на роль каких-то конкретных исполнителей? Например, кто мне назначил на роль руководителя проекта? Кто мне назначил на роль, например, технического архитектора? Ну, то есть, собственно говоря, какие специалисты используются для исполнения данного проекта? Вот руководитель, как вы видите, строительного направления. И таким образом, вот мы с вами посмотрели практически весь блок, который для создания проектной организации, управления проектами предусмотрен. А вот дальше у нас с вами идет блок уже конкретно ERP-шный, то есть полностью ERP-шный блок, включая производство. То есть у вас может быть, например, проект связан с промышленной разработкой, например, какие-то машины, механизмы разрабатываются. И в этом случае производственный цикл может сразу содержать, например, разрабатываемые спецификации, разрабатываемые технологические операции, разрабатываемые маршруты прохождения, изготовления изделия. То есть не только работа с проектом, но уже и, так сказать, приложения конкретного проекта, конкретной разработки к изготовлению, например, готовой продукции. Значит, у нас с вами до блока бюджетирования расположены эти пункты. И последний пункт проекта у нас получается с вами достаточно много здесь информации. на самом деле здесь портфели и программы. То есть мы можем группировать их в портфеле. То есть вы видите рабочие места. Вот эта часть у нас, эта табличная часть у нас с вами входит в начальную страницу. И, соответственно, вот у нас с вами проекты. И мы видим отражение вот именно этой таблички. И панель руководителя, как я уже говорила, это вот такое, собственно говоря, графическое большее изображение, то есть использование фильтров и так далее. То есть инструментов, которые позволяют зубрапировать или посмотреть картину в целом по предприятию, ну, то есть дают возможность для управленческих решений. И здесь у нас с вами еще управление статусами. То есть, соответственно, мы статусы с вами, рабочее место есть статусы и рабочее место паспорт проекта. То есть мы с вами посмотрели паспорт, например, рисков. Точно так же есть паспорт проекта и статусы проекта. То есть, соответственно, это дополнительная информация, которая вводится в справочник, вводится, заполняются различные варианты. Ну, например, здесь у нас сказано старт проектных работ, остановка проектных работ, может быть предпроектное обследование. Ну, то есть, соответственно, это создаваемый справочник, который позволяет отразить состояние работ. Так, это мы сейчас закроем. И, собственно говоря, еще, что здесь для нас очень интересно, это, к сожалению, уже подробно не успеваем с вами посмотреть. Ну, как вы видите, раздел проекта и статусы содержат, собственно говоря, во-первых, информацию в справочнике, то есть проекты, паспорт проекта. Вот мы с вами уже смотрели закладочки, которые по паспорту мы должны заполнить. И самое основное, к чему я пытаюсь подойти, ну, соответственно, у нас с вами есть здесь и оценка проекта, и расчет контракта. То есть, как я уже сказала, проекты и контракт, это не совсем одно и то же. То есть, видите, раздел проекта, в общем-то, максимально информативный и содержит наибольшее количество рабочих мест. Но здесь нам больше интересно вот такое рабочее место, отчеты раздела проекта. То есть, максимально загруппированные отчеты, которые встречаются в разных подразделах, собраны у нас в разделе проекты. И, соответственно, здесь и то, что касается нормирования, и то, что касается материальных затрат, и, соответственно, объемов, графиков. Ну, то есть, вот как вы видите, достаточно много информации. И так же, как и во всех других разделах ERP, ERP управления холдингом, через вот это меню, то есть, у нас есть гиперссылка, по которой мы переходим и видим все наши отчеты. Ну, во-первых, мы видим отчеты по проектам, конкретно по модулю проекты. А во-вторых, мы можем с вами любой отчет из данного модуля. Ну, например, вот оценки исполнителей и подрядчиков. Если я останавливаюсь на этой строчке, если я просто нажму, я провалюсь в этот конкретный отчет. То есть, он у меня сформируется. Но если я использую кнопку «Изменить», то в этом случае я могу назначить пользователей. То есть, вот здесь у меня будет стоять уже не конкретно все пользователи. А я, например, выбираю «Подобрать». И вот все пользователи я убираю. Я не хочу, чтобы все пользователи у меня могли использовать из-за подотчет. И уже выбираю конкретную жертву, например, вот этого человека, и вот этого человека, и вот этого сотрудника, что у меня... Акел промахнулся. Вот так, вот так и вот так. То есть, что у меня вот эти три богатыря будут иметь возможность использовать этот отчет. Я выбираю «Подобрать» и «Закрыть». Они у меня появляются в списке сотрудников, и, соответственно, кроме них, этот отчет будет недоступен остальным сотрудникам. То есть, мы создали с вами «Страшную военную тайну» для других персонажей, а вот для этих сотрудников они будут знать «Страшную военную тайну». К сожалению, мы уже немножко перебрали даже время. Значит, в этом случае мы с вами возвращаемся... Так, вот так. Возвращаемся к нашим слайдикам. Вот, и снова я хочу вернуться в начало нашей встречи к титульному, так сказать, листу и напомнить вам наши контакты. То есть, наша электронная почта, наши телефоны, телеграм-контакты и Кодерлайн. Это адрес нашего сайта. Вела сегодняшнюю встречу я, консультант-аналитика Гардашева-Калина, и компания Кодерлайн благодарит вас за время, которое вы нам выделили, за внимание. Мы надеемся, что можем быть вам полезными и приглашаем к сотрудничеству. На этом разрешите закончить нашу встречу. Всего доброго, хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова